Музыка Через 70 лет над Могилёвым вновь зазвучали выстрелы, а небо разрезали самолёты. Через 70 лет уже новые поколения мирных жителей встрепенулись от воздушных атак, представив на минуту сегодняшнюю жизнь, которая могла не случиться. К счастью, это всего лишь реконструкция реальных боёв, реконструкция форсирования Днепра. Продуманная постановка, в которой вместо реальных пуль холостые, вместо солдат – актёры. Настоящие здесь истории зрителей и их чувства. Не забывать это слово «победа», оберечь. А гра слова «победа», оно напоминает, кто это совершил. Прадеды, деды, папы, мамы. Сопротивление вашего батальона бессмысленно. Наш город был освобождён. Мне очень понравилось, что мои земляки очень показывают стойкость, организованность и предать друг другу. Для меня это радость. В 2015 году к празднованию Дня Великой Победы подходили с особым чувством. Всё-таки 70 лет – знаковая дата. Слова «70» и «победа» витали в воздухе. В городских парках на радость публики школьники и студенты танцевали майский вальс. Под этот вальс весенним днём ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Областной центр готовился к главному празднику весны – Дню Победы. Утром 9 мая на площади Ленина уже по сложившейся традиции многолюдно. У молодых людей ещё есть, может быть, последнее, но всё же, возможность из первых уст услышать истории войны. Истории подвига и спасения от самих участников тех боёв, которые шли на фронт, такими же детьми, как они сейчас. И не были уверены в том, что вернутся домой. Наше поколение, что могло, сделало всё. Мир, 70 лет, под мирным зонтиком живём. Теперь остановка за молодёжью. Потом немцы дали договор, что они сдаются. И вот Гитлер, он застрелился, что он проиграл. А откуда ты это знаешь, Лёш? Ну, я знал, я читаю книги, я смотрю новости. И что самое такое случилось у нас, что мы через 70 лет нашли кладбище своего отца. Вот это у нас как раз вот к Дню Победы настолько мы обрадованы. Все эти годы мы искали, где наш отец, чтобы склонить голову над его могилой. В рядах освободителей и защитников «Бессмертный полк». Участники акции, стартовавшей в России, с успехом поддержаны у нас. Герои, не вернувшиеся с кровавых полей, смотрят на живых с портретов, принесённых родными. Савченко Павел Васильевич воевал на Украинском фронте. Дошёл до Берлина, оставил там свою подпись. И в прошлом году, перед Новым годом, я съездила туда и нашла подпись своего отца. Это мой прадедушка. Он воевал, служил в 56-й сапёрной дивизии. Я его лично не знаю, но слышал очень много историй от папы, от дедушки. И я горжусь, что в моей семье есть такой человек. Отец мой прошел тура с 41-го по 45-й воевал под Ленинградом. Ладожское озеро, Волоколамское шоссе. Насколько вы помните по истории. Вот там он был, связистом. А потом получил медаль за отвагу. Дед мой, в честь кого я и назвал Владимиром, погиб. Он был просто во дворе дома, за связь с партизанами, расстрелял на глазах у всей семьи, у своих детей и матери. Поэтому вот таким крылом чёрным коснулась и моей родни. Это война, которая была в 41-45-м годах. Как офицер запаса я могу сказать только одно. Эти люди спасли когда-то нашу родину от фашизма. Это самый лучший праздник, который есть у нас. Мирное небо, о котором так много говорят в последнее время, 9 мая всегда голубое и солнечное. Традиция такая у природы. Небесная канцелярия не подвела и в этот раз. Да и шествие от площади Ленина до площади Славы даже тем, кто постарше, не казалось утомительным. Наоборот, сюда они собирались как на праздник. Скажи, пожалуйста, а ты гордишься дедушкой? Да. А дедушка, а почему? Потому что он прошёл войну и у него очень много медалей. Я считаю, что он ещё тогда был генералом. А где вы встретили День Победы? У школы младших командиров был. И в три часа ночи подняли нас у всех. Построили и объявили, что война окончилась. Ой, кто что. Оружие же не было, правда. А так уже кто в карауле стреляли. И вот так победа. Целый день ходили, говорили про это самое. Не верилось, да? Не верилось даже. Не верилось. Традиционное шествие привело гостей города на площадь Славы. Приветственная речь от властей города и концертная программа о тех, ради кого и ковалась победа. Дети в форме, в платьях сороковых, как иллюстрации военных времён. Такими они уходили на фронт, чтобы вернуться уже совсем взрослыми. Знать не можешь, но не знаешь. Жидкрылья сложишь посреди степей. Мы здесь в Беларуси уже пятый день. Это чудесная страна. Мы очень впечатлены этим шоу и этим праздником. И рады, что находимся здесь. Одновременно с Могилёвым 70-ю годовщину победы отмечали во всех районных центрах. В Бобруйске празднества начались с возложения цветов к вечному огню и мемориалу воинам-освободителям. Далее театрализованная колонна переместилась на площадь Победы. Сегодня в Бобруйске живёт 400 ветеранов. И несмотря на почтенный возраст, на отчествование пришли практически все. Мы, ветераны войны и труда, убеждены, если, не дай Бог, повторится что-то, подобное, что было, то вы сделаете больше нас. Я с удовольствием встречаю этот праздник, потому что он для меня святой. Сохраните память о нас. Нас скоро не будет никого. Останетесь только вы. Самому молодому участнику освобождения Бобруйску уже под 90. Тем не менее, для них и после войны активная жизнь не заканчивается. Они всегда в строю. Память о тех, кто принёс победу, но не вернулся домой живым, почтили минутой молчания в деревне Гаи. Это святое для всех сотрудников внутренних дел места хранит воспоминания о боевых подвигах тех, кто одними из первых попал на фронт. В этот день ветераны войны вручили 13 юбилейных медалей 70 лет победы ветеранам милиции. Сохранение преемственности поколений защитников Родины. Вместе с тем, свои первые лейтенантские погоны получили пятеро молодых сотрудников милиции. Передавать вот этот опыт, бесценный опыт служения Родине, рассказывать правду о войне, чтобы ни у кого не было никакой малейшей возможности что-то интерпретировать, изменить в выгодную для него сторону. Пока живы эти непосредственные участники, до тех пор это фактически невозможно. Ну а дальше всю эту правду будем передавать мы, следующее поколение. А в Могилёве празднования продолжились уже в неформальной обстановке. Соскочившиеся по теплу и общению горожане после торжеств направились в Печерский лесопарк. Почти 23 тысячи человек решили провести этот вечер на лоне природы. Силами музыкантов Оркестра Духовых Инструментов и театральных коллективов чувство настоящего солдатского праздника сохранилось. Пока взрослые вспоминали севастопольский вальс, мальчишки играли в любимые игры. Война им, к счастью, известна только в таком формате, но о подвиге дедов они не забывают. Очень интересная игра. А за кого вы? За синих, за белорусов. Там фашисты. А там кто? Там фашисты. Кто побеждает? Мы. А как вы думаете, почему в 45-м мы победили? Потому что мы были сильнее и умнее. Как и во всех семьях, у меня дедушка воевал, он погиб. Дядя в 42-м году тоже погиб. Так что праздник этот очень большой, и мы очень рады, что народ его так проводит. Как думаете, в чем важность этого праздника? В наше объединение, в свободе, радости, мира, труда, в общем, всего-всего, свидания нашим. А на площади звезд День Победы отметили тематическим флешмобом любимое радио нашего города, радио Могилёв. Акцию «70 минут воспоминаний» провели в самом молодежном месте. Обошлись тут без профессионалов от музыки. Пели горожане и слушатели радиостанций разных возрастов. Вместе с ведущими радио Могилёв они исполняли старые добрые песни военных лет. «Катюшу, Журавлей, День Победы». Ведь песни — это то, что объединяет больше, чем что-либо. Это День Победы, городом права. Этот праздник с единою на висках. Мы учимся в колледже искусств в Могилёвском. И, в принципе, это всё у нас в быту, в репертуаре. Поэтому вполне... Мы учимся в любом месте, это было нам в удовольствие, потому что это часть нашей жизни. Мы их уже с детства знаем. Ещё от дедушек, да. Обожаю эти песни. Вообще с удовольствием их напевала. Знакомые мотивы у нас в семье. Дедушка служил, и поэтому постоянно, каждое 9 мая, мы в кругу своей семьи поём эти песни. Поэтому очень приятно, что молодёжь помнит и чтит. Это, кстати, была ещё одна идея нашей акции. Показать, что песни военных лет знают не только люди старшего поколения, но и знают молодые люди. В них, может быть, заложено что-то, что каждый, кто их когда-то услышал, очень легко запоминает слова, очень легко запоминает мелодию. И поэтому они включались, подпевали и даже танцевали. А в это время уже на площадке у городской ратуши собирались на концерт самые стойкие. День Победы – это, по-моему, самый святой праздник, какой есть. Вот это святой праздник. Победа – это мир, это возможность растить детей, учить их, давать им образование, радоваться жизни. Но это всё, это всё. Победа – это мир, а мир – это всё. Хочу пожелать всем мира, потому что не только ветеранам он должен, он нужен всем людям на земле. Пусть будет мир на всей земле, и чтобы ни наши дети, ни наши внуки никогда не узнали, что такое война. К сожалению, слишком много людей полегло в землю, не дожив до счастливого своего будущего, и не родили детей, не родили своих внуков. То всплакнём, то повеселимся. И благодарны нашим ветеранам, что они отдали жизни за то, чтобы мы так прекрасно жили. Финалом этого такого длинного и такого насыщенного дня стал традиционный салют. 30 залпов для 15 тысяч зрителей. 70 лет под мирным небом. Цена этих лет – почти 3 миллиона белорусов. Каждый третий житель страны, не вернувшийся с фронта, погибший в застенках лагерей. За эти 70 мирных лет сменились несколько поколений, но возместить потери тех кровавых лет не удаётся до сих пор. Остаётся помнить, жить и созидать, отдавая тем самым дань памяти и уважения тем, кого мы не знали, но тем, кто стал частью нас самих. Субтитры создавал DimaTorzok